Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава пятнадцатая В седьмой год делай прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскывал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа. С иноземца взыскывай, а что будет у брата твоего, прости. Разве только не будет у тебя нищего, ибо благословит тебя Господь на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы ты взял ее в наследство, если только будешь слушать глаза Господа Бога твоего и стараться исполнять все заповеди сии, которые я сегодня заповедую тебе. Ибо Господь Бог твой благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. И господствовать будешь над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается. Берегись, чтобы не вошла в сердце твоя беззаконная мысль. Приближается седьмой год, год прощения, и чтобы от того глаз твой не сделался ни милостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему. Ибо он возопьет на тебя Господу и будет на тебе грех. Дай ему взаймы, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками. Ибо нищие всегда будут среди земли твоей. Потому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей. Если продастся тебе брат твой еврей или евреянка, то шесть лет должен он быть рабом тебе, а в седьмой год отпусти его от себя на свободу. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего, дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой. Помни, что и ты был рабом земли египетской и избавил тебя Господь Бог твой, потому я сегодня и заповедую тебе сие. Если же он скажет тебе, не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя, то возьми шило и проколи ухо его к двери, и будет он рабом твоим навек. Так поступай и с рабою твоею. Не считай этого для себя тяжким, что ты должен отпустить его от себя на свободу, ибо он в шесть лет заработал тебе вдвое против платы наемника, и благословит тебя Господь Бог твой во всем, что не будешь делать. Все первородное мужского пола, что родится от крупного скота твоего и от мелкого скота твоего, посвящай Господу Богу твоему. Не работай на первородном воле твоем и не стриги первородного из мелкого скота твоего. Пред Господом Богом твоим каждогодно съедай это ты и семейство твое на месте, которое изберет Господь. Если же будет на нем порог, хромота или слепота, или другой какой-нибудь порог, то не приноси его в жертву Господу Богу твоему. Но в жилищах твоих ешь его. Нечистый, как и чистый, могут есть, как серну и как колене, только крови его не ешь, на землю выливай ее, как воду.